Добрый вечер! Австралия стала одним из первых государств, который был восьмичасовой рабочий день, пенсии по старости, где женщин допустили к голосованию. Таким образом, она была одним из самых ярких примеров для, скажем, представителей социалистического движения в начале 20-го века. Следующий слайд, пожалуйста. И даже Владимир Ильич Ленин в наших сёх не применил упомянуть Австралию как пример именно такого исключения. Он это обосновывал тем, что в Австралии рабочие живут настолько хорошо, капиталисты им дали настолько много всего, что они, рабочие, даже не хотят творить мировую эволюцию. Как же так? Следующий слайд. Вообще, само название Австралия происходит от латинского названия Terra Australis, некая южная земля, которая, как предполагали в античности, вот где-то должна на нашей планете находиться. Первыми в этих территориях, в южной части Тихого океана, начали плавать испанцы и португальцы, а в начале 17-го века до сюда доплыли голландцы. И западную часть Австралии, как видно на этой карте, они обнаружили, понятия не имеют, что там дальше, и назвали эту территорию Новая Голландия. Ну, особо ничего не придумывали, а та неизвестная территория так и осталась Австралией. Следующий слайд. Вообще, до 1901 года Австралия так и оставалась абсолютно кусочечная, разделенная, под разными владениями. Дальше, пожалуйста. И в 1770 году только британский известный мореплаватель Кук доплыл до восточной части Австралии, до Нового Южного Эльса, как он его назвал. Вообще, предлог для британцев плыть в эти моря и океаны был достаточно красивый, научный. Плыли туда, чтобы понаблюдать за Венерой. Однако, Куку были даны указания, что если он не встретит никакого сопротивления, он должен объявить эти земли британскими владениями. Ну, собственно, он так и сделал. И вот в самой Британии в тот момент, в конце 18 века, ситуация была очень непростая. Как вы, думаю, представляете, творился промышленный переворот. Соответственно, люди, занимавшиеся ручным трудом, теряли свои рабочие места, вследствие того, что их заменяли машинами. Крестьяне, владевшие землей, теряли свои земли, потому что оказалось, что на этих землях гораздо выгоднее разводить овец, чем что-то выращивать. Соответственно, улицы, в данном случае Лондона, наполнились нищими, ворами, попрошайками всех мастей. Причем наказания за всевозможные, связанные с этим преступлениями, в том числе за попрошайничество, ужесточались вплоть до смертной казни. Тюрьмы, соответственно, британские были переполнены. Куда девать этих людей было непонятно. Если раньше о них заботились церковные приходы, то теперь этих людей стало настолько много, что приходилось искать им какое-то место вне пределов британских островов. И первым таким местом были Соединенные Штаты Америки. Пока они еще оставались английским владением, до Декларации Независимости, в Северную и Южную Королеву как раз англичане ссылали своих, скажем так, не самых приятных граждан. Но, как вы знаете, да, случилось великое для американской истории событие. Принял Декларацию Независимости, соответственно, ссылать этих заключенных в Америку стало невозможно. Следующий слайд, пожалуйста. И британский король Георг Третий принял волевое решение. В 1787 году он решил, что Австралия станет тем самым местом, куда будут ссылаться неугодные граждане. Дальше, пожалуйста. Путь из Британии в Австралию был, скажем так, не самым близким. Суэцкий канал еще не был создан. Соответственно, из Средиземного моря в Красное напрямую попасть было можно только если корабли разгружать и волоком по суше их перетаскивать. Как вы сами понимаете, это не самое простое занятие. И весь вот этот путь в обход Африки, да еще и при тех средствах передвижения, занимал около 8 месяцев. И это в лучшем случае. И, соответственно, вот как раз сюда, на юго-восточную часть Австралии, там, где сейчас находится Сидней, были отправлены первые корабли с заключенными, которые прибыли туда 26 января 1788 года. Этот день с тех пор отмечается как в День Австралии. Вообще, на первых кораблях в Австралию отправились около 1000 человек. Из них около 600 заключенных мужчин, около 200 заключенных женщин, около 20 детей. Все остальные, это военные, которых охраняли около 200 солдат. И чиновники с их семьями, которые должны были создать, собственно, колонию, систему управления и так далее. За время этих долгих 8 месяцев плавания, 50 человек умерло, но 46 человек родилось. Так что прибыли почти в полном составе. Состав отплывших был, скажем так, не совсем такой, как обычно представляется. Естественно, в Австралии не ссылали, так скажем, самых отъявленных уголовников. Потому что, знаете ли, корабль полный, скажем так, злых воров, убийц и так далее, но это не самое безопасное предприятие. В Австралию отправляли тех, кто попался, скажем, на воровстве булки хлеба и так далее. То есть это были, ну, скажем так, мелкие воры и мошенники, пошедшие на это в основном из-за нужды. Ну, просто человек украл себе поесть. Многие из них были очень старыми уже. То есть на самой старой заключенной пассажирке, плывшей в Австралию, было 87, по-моему, лет. Следующий слайд, пожалуйста. И вот 26 января 1788 года, именно в том заливе, где сейчас располагается Сидней, был воткнут флаг британский, был дан торжественный залп из ружей и основанная 18 лет назад куком колонии обрела своих первых жителей. На берег сошлись сперва солдаты, потом заключенные мужчины, женщин выпустил примерно неделю через две на берег. Не знаю почему, наверное, берег сошлись. То, что увидели вновь прибывшие их, мягко говоря, не порадовало. Огромные заросли эвкалиптов, ни разу никем не тронутых, вековых, плюс еще очень прочных, вызывали огромные трудности. Как вспоминал первый губернатор колонии Новый Южный Уэльс, капитан Филипп, для того, чтобы выкорчивать одно такое дерево, группе людей из 12 человек необходимо было 5 дней. Кроме того, казалось, что все эти сыны были, ну скажем так, не самыми приспособленными людьми. Среди них не было, например, ни одного человека, который разбирался в сельском хозяйстве или животноводстве. Был всего один каменщик, и, по-моему, 12 плотников. Многие люди, ну просто не имели никакого навыка в тех занятиях, которые бы помогли им выжить. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это первый губернатор Нового Южного Уэльса, капитан Филипп. Он, помимо того, что люди физически затрачивают невероятные усилия для того, чтобы расчистить место, сделать какие-то первые постройки и так далее, столкнулся с тем, что люди своих привычек обычно не меняют. Буквально через две недели после высадки на берегу была проведена первая казнь. Заключенный украл что-то из еды, за что его придали в смертной казни. Вообще губернатор наделялся самыми широкими полномочиями. Он мог казнить и миловать, он контролировал полностью всю внешнюю и внутреннюю торговлю, мог раздавать земли, мог раздавать, скажем так, заключенных свободным поселенцам для того, чтобы заключенные на них работали и так далее. То есть полномочия были максимально широкие, в условиях того, что он на континенте был гладным, а до Англии плыть 8 месяцев, то его власть была практически безраздельна. Следующий слайд, пожалуйста. Еще одной проблемой было то, что не только Британии нравилась идея что-то придумать с целым материком. Такой заманчивый кусочек. На этой картине король Франции, Литовик XVI, дает указание своему капитану Лаперузу о том, чтобы тот поплыл в южную часть Тихого океана и тоже провозгласил права Франции на тот момент еще, казалось, никем не занятой территорией. Французы опоздали буквально на 5 дней. Представляете, столько месяцев плыть и вот чуть-чуть. Каторжане, которые увидели французские корабли, естественно, обрадовались. Они решили, что это их билет на свободу. Что французы их увезут домой, все будет хорошо, они спасутся. И чтобы французы на это согласились, они им пообещали прихватить с собой самых красивых девушек из тех, что приплыли. Французы не согласились, но когда они уплыли, двух реально самых красивых девушек не досчитались. Следующий слайд, пожалуйста. Первые буквально 2-3 года, наверное, были для Австралии максимально неудачными. Продовольствия не хватало. Как я сказала, людей, разбиравшихся в земледелии и скотоводстве, животноводстве, не было вообще. Корабли из Англии с продовольствием не приходили. Приходили только корабли с новыми заключенными. А один корабль с продовольствием очень красиво разбился прямо у берегов Австралии. И все утонуло. Те овцы, которых с собой привезли поселенцы для того, чтобы их разводить, либо умерли по дороге, либо не нашли чем питаться на новых землях, а потом всех оставшихся съели дикие собаки-дингер. В общем, трагедия на трагедии. Но буквально спустя несколько лет, спустя считанные месяцы, все пошло на лад. Дело может быть как раз в том, что заключенные каторжане в Австралии чувствовали себя порой гораздо лучше, чем их свободные собратья в Англии. Каторжане работали всего, это было очень строго регламентировано, в будние дни по 9 часов, а в субботу 5 часов. Воскресенье был неприкосновенным выходным днем. В рабочее время им устанавливались четкие перерывы на завтрак и обед. Им выдавалась рабочая одежда. Следили за строгим соблюдением ими, скажем так, моральных норм, чтобы они молились по воскресеньям и так далее. То есть условия их работы против их свободных сограждан в Англии, работавших, скажем, по 14 часов в день, в Австралии было гораздо лучше. И, может быть, поэтому люди были заинтересованы в том, чтобы действительно что-то делать. Следующий слайд, пожалуйста. В 1792 году первый губернатор Австралии Филипп оказался физически неспособен больше на этой материке находиться и отплыл обратно в Лондон. И он забрал с собой тех военных, которые приплыли на самых первых кораблях. В Австралию отправляли еще, кроме того, военных, ну, естественно, тех, кто чем-то провинился. Тех, кого там поймали на пьянстве, на воровстве, скажем, тех, кого военный суд судил. То есть там проходили службу не самые лучшие представители военного сословия. И когда губернатор уплыл со своими, скажем так, образцовыми, хорошими солдатами, остались в Австралии солдаты только плохие. Они захватили тут же власть, сместили всех гражданских чиновников и стали, скажем так, наводить свои порядки. И самым, пожалуй, известным и печальным из таких порядков было то, что денег в Австралии практически не было. Ну, естественно, денег не было у заключенных. Ну, разумеется, солдаты тоже с собой деньги не везли, где их там тратить. А те чиновники, которые приезжали в Австралию, получали обычно жалования землями, потому что бухгалтер и отдел кадров их там на месте не ждал, зарплаты ежемесячной. Соответственно, единственной ценностью, скажем так, твердой валютой того времени оказался алкоголь. Сперва его привозили, откуда только могли, потом достаточно быстро построили собственные перегонные кубы. И как раз вот эти вот плохие военные, оставшиеся без присмотра губернатора, получили название «Ромовый корпус». Ну, ромом называли, если честно, вообще любой алкогольный напиток, полученный путем перегонки, поэтому не надо считать, что они там шиковали и пили ром. Скорее, это был сам ром. Вот. И этим ромом обеспечилась, в принципе, вся жизнь в Австралии. То есть им оплачивали труд наемных вот этих каторжан, им могли выдавать жалования, все сделки совершались ромом, и этот ромовый корпус все это контролировал. Пока в Австралию не прибыл печально уже на тот момент известный губернатор Блай. Может быть, вы помните, есть такие вкусные батончики, баунти, райское наслаждение, но вообще баунти связаны скорее с негативными моментами в истории. Это вот на данной картинке, если кто-то видит, мятеж на баунти. Английский капитан, который впоследствии станет губернатором Австралии, Блай повел свой корабль на Таити для того, чтобы пополнить запасы пищи в своем долгом плавании в экспедиции. И его барикам так понравилось на Таити, что когда этот капитан сказал ему плывать обратно, его просто, его и его сторонников высадили в открытом океане с минимумом запасов. Ну и, собственно, это был такой достаточно известный мятеж на баунти. Но он спасся, доплыл до ближайших населенных территорий, и вот потом стал губернатором Австралии. Видимо, решили, что ему уже ничего не страшно, но оказалось страшно. Когда он прибыл в Австралию, он увидел, что какой ужас творится вот с этим ромовым корпусом, и, естественно, решил все это дело прекратить. Он запретил использовать ром как вот такую расчетную единицу. Следующий слайд, пожалуйста. И вот к чему это привело. Его просто арестовали. То есть вот этот ромовый корпус сбунтовался. Ну, уж не знаю, вытаскивали ли его откуда-то или нет. Но то, что его арестовали, это факт. И в силу того, что, как я уже говорила, до Британии плыть очень долго, там понятия не имеют, что происходит в Австралии, губернатор находился под арестом два года. Следующий слайд, пожалуйста. И только спустя два года, когда был прислан новый губернатор, и ромовый корпус был расформирован и выслан из страны, жизнь, что называется, наладилась. Ссылку в Австралию начали сами британцы уже воспринимать. Вот прям почти дословная цитата. Это миграция за государственный счет в страну с лучшим климатом. Только и всего. Вот новый Южный Уэльс, как раз там диссидный, я надеюсь, предполагаете. Это была первая, как я уже говорила, колония. Со временем начали образовываться новые. В 1820 году остров Тасмания стал самостоятельной колонией. До этого его называли землей Ван Димина по имени голландского первооткрывателя. Однако ушлые заключенные начали его называть землей Ван Демона. и решили от греха подальше, основывая новую независимую колонию, в документах все-таки прописать, что это Тасмания. Дальше. Как я уже говорила, французы все время пытались тоже оттяпать часть территории. Кук провозглашал в 1770 году права Британии на восточную часть Австралии, так как западная была освоена голландцами. Но когда стали закрадываться идеи о том, что французы нас могут опередить, даже Наполеон посылал корабли к берегам Австралии, именно с такими захватническими целями, в 1826 году был торжественно воткнут британский флаг в Западную Австралию. Тут же назвали ее британским владением, сопротивляться было некому. Однако, вот тут, что называется, совсем не удалось. Долгие 20 лет Западная Австралия была очень малонаселенной колонии, и только через 20 лет жители Западной Австралии попросили правительству выслать им тоже заключенных, потому что сами они не справлялись. Далее. Следующий слайд, можно, пожалуйста. Была основана первая по-настоящему свободная австралийская колония в 1836 году в Южной Австралии. Ну, если на карте, то она как бы центральная, скорее, чем Южная. Предприимчивые люди в Лондоне организовали акционерное общество, люди покупали акции, земли в Австралии, приезжали. И оказалось, что в Южной Австралии есть залежи медицинка, что там хорошо приживаются овцы, которые несут шерсть очень прибыльную, не несут, приносят. И колония была достаточно процветающей. Можно еще обратно? Вот, самая интересная, пожалуй, самая интересная колония из новообразованных, это была колония Виктория. В 1834-1835 году пара десятков людей из Тасмании, свободных поселенцев, прибыли к Викторию, переплыли вот этот маленький проливчик, и выкупили у аборигенов землю, для того, чтобы основать свое собственное поселение. Власти официально были резко против. По той причине, что, как вы могли купить землю у аборигенов, если земля этим аборигенам не принадлежит? Вообще-то мы еще в 1770 году решили, что это владение Британией. Какие аборигены? Ну, а между тем, жители Виктории были очень упорны. Они запретили в свою колонию госпертного, запретили появляться на территории своей колонии заключенным, начали развивать очень удачно земледелие и, опять же, разведение овец. И в 1850 году Новый Южный Уэльс был вынужден признать, что Виктория отныне тоже отдельная самостоятельная колония. И вот уже только в 1859 году сверху, в северо-востоке отделился Квинсленд, который процветал за счет плантаций сахарного тростника. Они, скажем так, воровали людей с близлежащих Тихоокеанских островов и заставляли их работать на своих плантациях. Такой австралийский вариант рабства. Следующий слайд, пожалуйста. Еще. И вот в середине XIX века, в 1851 году, случилось, пожалуй, самое знаменательное событие за всю историю Австралии. В ней нашли золото. Золото в Австралии вообще находили и раньше, но власти это тщательно скрывали, считая, что золото в руках заключенных это, ну все, это будет крах. Общественный порядок рухнет, и эти зэки-катаржане с золотом в руках усоверят тут что-то совершенно невообразимое. Наверное, они были правы. Но в 1851 году, когда количество свободных жителей Австралии уже превышало количество заключенных, находка золота была придана широкой огласке. Вот здесь, на этой картине, если кто видит, такой типичный лагерь золотоискателей. После того, как первый удачливый золотоискатель Эдвард Харгрейвс нашел золото, принес его властям, власти резко объявили все месторождения золота собственностью британской короны и обязали всех людей, которые хотят разрабатывать эти месторождения, покупать лицензии. И буквально сразу же золото было найдено в Новом Южном Уэльсе. А Виктория, кстати, главный город Виктория — это Мельбурн, и вот противостояние Ново-Южной Уэльсе и Виктории, Сиднея и Мельбурна, оно чувствуется до сих пор, как Москва и Питер. И вот власти Виктории, то есть мельбурнские власти тут же объявили награду тому, кто найдет золото на территории Виктории, просто чтобы не отставать от Нового Южного Уэльса. И золото практически сразу нашли. И как оценивают исследователи, каждый второй взрослый мужчина Австралии отправился на поиски золота. Картины, которые современники рисуют, были поистине ужасающими. Что в первые две недели после известия о нахождении золота около 4 тысяч человек прошло по дороге к раскопкам и только 11 по обратной дороге. Стада овец оставались нестриженными. Моряки из тех кораблей, которые приплывали к берегам Австралии, даже против запрета их капитанов, прыгали в воду, доплывали до берега Австралии, бежали искать золото. Цены выросли мгновенно на 25 в среднем процентов. На все-все-все. И самый интересный момент, очень поднялись зарплаты рабочих. Пожалуй, с тех пор как раз Австралию стали называть район для рабочих. Потому что, стремясь сохранить хоть какие-то рабочие руки, работодатели были вынуждены поднимать оплату труда. Следующий слайд, пожалуйста. Примерно так, да, выглядели золотоискатели 19-го века. На самом деле, достаточно прилично. Следующий. Это самая большая находка золота в Австралии, пельта Холтермана. Вообще, таких везунчиков, что называется, в Австралии было очень много. Золото там оказалось действительно повсюду. Вы нашли его во всех колониях. Всем повезло. Но вот для такого социально-политического развития наиболее интересное такое следствие золотой лихорадки, второе, пожалуй, за историю Австралии, восстание после ромового мятежа. Это эврикское восстание 1854 года. Восстание как раз золотоискателей. Им не нравилось то, что, во-первых, они должны были платить за право раскапывать золотые месторождения. Как они говорили, мы люди, которые ходят по лесам, живут в палатках, в большие города мы не заходим. Как вы собираетесь с нас собирать эти деньги? А власти собирали это достаточно просто. Они, когда узнавали, что новый лагерь золотоискателей был образован, они просто устраивали то, что мы сейчас называем облавами. А так как, естественно, золотоискатели первым делом не побегут в город покупать лицензию, а только потом начнут разрабатывать месторождение. И сразу-то разрабатывались. А всех тех, у кого это лицензии не было, всех арестовывали. Причем арестовывали очень смешно, они еще должны были пешком идти в ближайший город всюду. Естественно, золотоискателям это вообще не нравилось. Кроме того, известия о нахождении золота привлекли в Австралию огромное количество людей со всех концов света. И больше всех австралицам не нравились китайцы. Потому что китайцы известны своей выносливостью, своим трудолюбием, своей готовностью выполнять любую работу, в том числе и за достаточно скромные деньги. И, соответственно, эти китайцы работали 14 часов, например, в сутки, сбивали цену, раскапывали золото, возили его к себе на родину. Золотоискателям это совершенно не нравилось. И третий момент, против которого они восстали, это отсутствие системы местного самоуправления. Дело в том, что свободные поселенцы, как и я говорила, их уже с 1841 года стало больше, чем каторжан. Свободные поселенцы хотели себе тех же прав, что и их сородичи в Британии. Они хотели парламент, они хотели участвовать в обсуждении принятия законов, они хотели выбирать своих представителей. И, собственно, до середины 19 века им оказывали как раз потому, что колония была каторжей. Им говорили, ну вы все представляете, что континентом будут управлять вчерашние заключенные. Но это вообще невозможно. Но в 1854 году ситуация изменилась. Поводом стало то, что одного из, скажем так, оказывавших сопротивление властям золотоискателей застрелили в гостинице «Эврика», по имени которой «Восстание сейчас и называется». Разъяренные золотоискатели эту гостиницу сожгли, на ее месте установили флаг. Южный крест и устроили свой лагерь. Но на самом деле достаточно быстро, буквально в течение нескольких дней это восстание было с властями подавлено. Но тут самое интересное. Оставших судили и суд решил, что они невиновны. Суд признал их правоту. Суд отменил лицензии на добычу золота. Суд расширил избирательные права. И как раз это было то событие, которое, скажем, положило началу развития местного самоуправления в австралийских колониях. Дело в том, что в 1850 году еще британское правительство разрешило австралийским колониям составить проект своих конституций. И как раз после вот этого восстания эти проекты были утверждены британским правительством. И с 1856 года в австралийских колониях Новый Южный Уэльс, Виктория, Южная Австралия и Тасмания Квинселанды еще не было, а Западная Австралия очень сильно в этом деле отставала. Эти колонии получили так называемое ответственное правительство. То есть там был организован двухпалатный парламент, кабинет министров, который был ответственен перед парламентом и жители, свободные жители колоний получили достаточно широкие по тем временам избирательные права. Следующий слайд, пожалуйста. Вот на этой картинке как раз первый в Австралии парламент, парламент Нового Южного Уэльса сохранился до сих пор. Маленький, но симпатичный. Кроме того, как я уже говорила, процветала огромная нелюбовь австралийцев к выходцам из Азии. И нам это интересно потому, что именно это заставляло австралийцев сплачиваться. Как вы видели на предыдущих картинках, Австралия представляла с собой шесть разрозненных колоний. Они не были связаны между собой абсолютно никак. Их жители между собой не имели никаких возможностей общаться, их правительство никак не взаимодействовали. Это были просто шесть, мало того, что обособленных, так еще и никак между собой не сотрудничающих государственных образований. И именно азиатский вопрос поставил на повестку дня идею о том, что Австралии неплохо бы объединиться. Потому что, скажем, одна колония вводит запрет на приезд нежелательных лиц, а другие, например, этих нежелательных лиц все еще пускают. И эти нежелательные лица из, скажем так, более либеральных колоний просачиваются в более консервативные. И колонии пришли к идее о том, что надо объединяться, принимать какое-то общее законодательство по этому поводу. Вообще австралийцы, несмотря на то, что у них был всегда на протяжении 18-19 веков дефицит в свободных поселенцах, вообще, кстати, такой забавный факт, за первые пять лет основания первой австралийской колонии в Австралию приплыло всего пять угодных семей. Конечно, ко второй половине 19 века все было гораздо радужнее. Там уже проживало около двух миллионов людей в целом. Но все равно дефицит рабочих рук всегда был заметен. Австралия до сих пор даже оставалась не везде исследованной. И австралийцы проводили очень жесткую политику отбора тех, кому позволялось езжать в Австралию. И, например, представителям азиатских государств этот въезд был затруднен всеми возможными способами. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, примерно за сто лет своей истории Австралия неузнаваемо преобразилась. Жесткий отбор, как я уже говорила, в лиц, въезжающих в Австралию, приводил к тому, что общество было достаточно однородным, и поэтому внутри него не было каких-то острых противоречий. Благодаря золотой лихорадке появились деньги на то, чтобы развивать инфраструктуру всех видов. Начали строить телеграфы, железные дороги. Кстати, к слову о том, что колонии между собой не общались. Первая железная дорога между Сиднем и Мельбурном имела разную ширину. То есть по территории Новую Южную Эльсу шла колея одной ширины, по территории Виктории шла колея другой ширины. Просто потому, что колонии не договорились, какой ширины будет железной дорогой. Свободные поселенцы со всех уголков мира, ну, конечно, в первую очередь с британских островов, начали пребывать в Австралию, которую с тех пор называли счастливой, потому что добытая этими золотоискателями система местного самоуправления и все возможные на тот момент максимально передовые права рабочих были весьма привлекательны. И хотелось бы закончить таким взглядом как раз ровно сто лет спустя. Можно следующий слайд? В 1888 году Австралия праздновала свой первый столетний юбилей. И, пожалуй, именно в тот момент они начали осознавать себя уже не англичанами, не выходцами с британских островов, а именно австралийцами. Скорее всего, это происходило потому, что им нужны были выходы на уже международную арену, они уже могли себе это позволить, и они хотели больше прав в отношениях со своими, так скажем, владельцами, в отношениях с Британией. Но дело доходило до того даже, что австралийцы объясняли то, почему они уже не британцы, почему они уже австралийцы, очень интересными способами. Так, например, считалось, ну как они писали в своих трудах, в статьях, в газетных, в журнальных, за сто лет австралийской истории, в связи с тем, что это место очень тяжелое, с таким необычным климатом. Поселенцы сталкиваются с множеством трудностей, и они уже не англичане. Так, например, австралийцы, они выше и стройнее англичан, у них более длинные конечности, они любят спорт, они не любят рутину, они, наоборот, очень азартные. Австралийки тоже выше и стройнее своих, скажем так, родственниц из Британии, у них более высокие голоса, они могут весь вечер без устали танцевать, любят скакать верхом и принимают участие в спортивных мероприятиях наравне с мужчинами. Вообще они более свободные и открытые, что вот британки это такие тепличные цветки, а австралийки настоящие такие свободные женщины. Вот, тут, пожалуй, на этом я бы хотела закончить краткий экскурс в столетнюю историю Австралии, как раз на этих словах о том, что сто лет, пожалуй, превратили англичан, заключенных в свободных австралийцев. Спасибо. Спасибо.